мне все равно кем вы будете кочегарами там трубочистами там грузчиками работниками это неважно жизнь быстро проходит главное чтобы мы любили господа и были христиан я думаю что это важнейший тоже ключ такой важнейший секрет жизни которую не сломать системе и мы туда пришли бабушка шуру такая сидит ты наш ну типа 50 ник я уру наш духа получивший такая маленькая так голос у него такой был интерес я уру получивший она говорит говори я начал молиться на иных язык она говорит садись пропишем ты думаешь что несут вот эти гены на всей семье стопроцентно но я не успел даже сказать здрасте просто кто-то там снял трубку и такой мужской баритон голос сын мой возвращайся в россию и я буду с тобой говорит господь николай очень рада что вы специально выделили время чтобы приехать пообщаться чтобы поделиться глубиной истории вашей жизни того опыта который вы уже обрели и слава богу что вы находитесь как раз в периоде расцвета мудрости когда уже есть путь который является крепким совершенным и вы так сказать вот уже с зенита своего опыта и жизненного пути можете делиться и с молодыми и с взрослыми людьми тому драгоценному что вы обрели вот во время вашего пути и знаете есть несколько вопросов которые мне кажется определяют жизнь человека как развилки знаете вот богатыри становятся туда пойдешь жив будешь туда налево смерть смерть найдешь и одним из таких вот ключевых выборов является встречи встреча я верю с богом как вы пережили это погружение что было для вас вы было ли у вас понимание что до и после был ли у вас этот пограничный момент расскажите пожалуйста об этом о своей семье вот как это происходило ну наверное по большому счету любая встреча она имеет какой-то такой рубеж до и после любая да даже наша встреча здесь и а что говорит за встречу с богом конечно абсолютно до и после абсолютно но я вырос такой христианская семья и у нас на бродум были верующие там полин по маминой линия уже четвертом поколении по папе на линии в третьем поколении дедушки прадедушки бабушки они все были верующими христианами и папа и с мамой были безмерно посвящены конечно как и как и получили наследие так наверное его еще и умножили и передали его нам нас большая семья вот нас 12 детей мама родила с папой да и всем братьям и сестер за это памятник просто это просто невероятно я не знаю как вот каждый день только готовить каждый день готовить потом из чего готовить и так дальше это да и но господь благ да господь благ сегодня мы разрослись поженились и выходили замуж девочки и сестрички и братья все нас мамы там 50 внуков где-то 36 правнуков там наверно за десятку уже праправнуков уже уже внуки поженились тоже и вот это да такой благословенный род и надо сказать что слава богу никто в семьях в семьях наших не развелся вот наоборот радуются да вот как бы если они крепкие все такие дети счастливы этих семьях мои дети молятся спасибо тебе иисус что я расту в такой семье в таком доме да и это как бы наше счастье да для вас эта поддержка конечно видеть что это не зря все было до что это подлинное и и так ну отрадно у нас никогда никого не было кто бы был неверующий в доме в семье нос детей с моих братьев сестер поэтому наш весь дом он такой христианский на вся семья а вырос я в этой же церкви такой она была такая традиционная как бы пятидесятническая церковь настоящая такая ну со всеми ритуалами пятидесятничество можно сказать и конечно учение о духе святом оно было преобладающим как доктрина церкви ну у меня то же самое и сегодня есть потому что я и сегодня учу и нашу церковь в пскове и другие церкви где мы служим о духе святом и молюте духе святом поэтому переживание встречи с богом как раз происходило объяснением того что ты получаешь дух святой и это не просто там чувство это реальная сила вот реальная сила для того чтобы тебе жить победоносной жизнью вот это это важно да это очень важно потому что когда ты приходишь со школы когда тебя там высмеивают все там независимо от возраста сейчас дети вот там получают психологические травмы и годами оправляются а здесь специально организованная травля малышей да вот ты должен быть там октябренком ты должен был быть пионером комсомольцем а если нет кто-то изгой а а ты все были только я не был в классе потому что я был верующий я уже на как христианин не могу быть ни октябренком не пионером не комсомольцем но это было учение доктрина такая церкви реальные до которые учили молодежь и детей наш учили поэтому ты приходишь со школы и плачешь потому что в школе тебя там берет классный руководитель учительница там душит за горло аж пока ты еле дышишь и пускай в буквальном смысле пускай говорит вот было бы у меня власть задушила бы и рука не дрогнула да или там директор тебе вызовет перед всеми учениками и говорит вот ты сектанты ты тормоз нашего будущего ты твоя участь мыть туалеты после нас коммунистов вот это твое будущее директор да да и все там снежки там если зимой кидают тебя там нас тебя издевается там смеются над тобой и ты идешь домой такой печальный и плачешь и приходишь от кнешься до в отца и отец говорит сынок есть выход есть и дух святой и ты ревну и получишь дух святой получишь силу чтобы пройти это будет трудно но зато у тебя будет ресурс будет сила которую ты сможешь все пройти все победить простить всех обидчиков и силы святого духа изливается любовь божья как и написано до любого же излилось сердца наши духом святым данным нам и вот ты будешь любить людей будешь любить тех кто тебя оскорбляет потому что церковь жила в гонении до советский союз был одна библия была на семью это она была все в секретном месте там это в погребе под картошку и надо было вечером мы полезть там и достать ее и почитайте назад спрятать потому что обыски делали проезжали да и у тебя служение в доме потому что по домам собрания были тогда церкви не было и церкви не было как бы сама церковь была только не было здания никакого и в домах строили специально дома с таким так и называли зал зал где можно было собрать людей и вот стояли скамейки за дверью и табуретки там сарае везде и вот вечер служения табуреточки приносили лавку на две табуретки но так называли лавки то есть доску такую ложат покрывает и этом все было мобильное мобильного быстро почему за собрание да почему потому что если приезжал кгб и солдаты там окружали дом чтобы переписать всех поименно и штрафовать да конечно тогда быстро нужно было мобильного все собрать и как возможно если успевали людей распустить то кто смог убежать то убежал но чтобы не платить штрафы потому что отец работал в детском садике подсудил продукты подвозил там из рынка и получал там 78 рублей но 80 рублей на это время а один штраф за служение в своем доме 50 стоил 50 рублей да поэтому вся зарплата уходила один штраф о служении то сколько 4 как минимум в месяце да но приходилось платить платили почему как иначе да а это было вот несколько таких молитвенных домов вот в поселке или один нет это были частные дома верующих и вы как-то череда очередовали да чередовали были как-то свое время риск разделяем были пароли свои такие да чтобы там чужие не 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 пришли и ну и не узнали там соседи так дальше было время когда там по два человека проходили потом снова через какое-то время 12 заходили в дом чтобы не привлечь внимание людей не верующие которые следили и постоянно могли позвонить и доносить и да чтобы вот пришли арестовали переписали всех ну и там конечно в газеты сразу и по местам работы сразу там тебя лишали премии какой-то 13 зарплаты и всего прочего до руководителя сажали в тюрьму на пять лет как минимум да и тогда дальше собрать до собрания вот и там дети были могли детей отнимать там пионерские дома отправлять и так дальше то есть это было время сложной очень сложная и конечно единственной такой опорой утешения как дух святой утешите единственной опорой победоносной жизни вот это все прощающие божьей любви был дух святого удивительно удивительно сильно поэтому картина поэтому всех учили детей всех ревнуйте но такое слово было ревнуйте на духе святом павел пишет до послание ревной те а дарах духовных ревнуйте о том что пророчествовать и вот ревнуйте чтобы быть крещённым духом святым ну и мариновали все приезжали епископы приезжали пасторы возлагали руки люди говорили новыми языками исполнялись духом святым это было такое переживание я не знаю молитвы были по четыре часа стояли руки поднятые были и его знаешь вот молились не обращая внимания ни на что самозабвенно да как бы забывая абсолютно это настолько было сильно конечно настолько было бы особенно я считаю что это вот такой фундамент прочный фундамент заложенный на всю жизнь 15 ноября 1971 года я был крещен духом святым лично потому что один вот была такая вера я даже я даже не знаю вот была такая вера я иду со школы и говорю моим пацанам которому там мы жили вместе шли пешком сегодня вот господь будет крестить меня духом святым были приезжали одни и другие третьи братья возлагали все руки и там тоже ну вот тот получил дух святой тот получил тот говорит ага нет и я нет и я нет и вот нет и нет а потом вот пришла такая вера я иду со школы сегодня я пришел в комнату положил свой портфель закрыл дверь встал на колени гор господь вот не стану с колен пока ты не крестишь меня духа сына как сошел на меня дух святой сила как заговорю на иных языках три с половиной часа ходил по дому говорил на иных языках плакал радовался ликовал торжествовал внутри но это особое переживание вот когда мы говорим о встрече с богом это сменяет все и все ты другой человек это как соул который побывал со мне пророку и вышел другим человеку и вот этот рубеж от до и после вот этой встречи конечно он колоссальный ну разница я имею ввиду да когда ты совершенно другой все ты даже знаешь вот такой момент ты боишься сказать плохое слово потому что дух святой уйдет ну так немножко учили еще не дело никакого зла то дух святой уйдет он не живет не огорчайте духа святого не оскорбляйте духа святого и ты жил такой святой жизнью ты ты так старался жить чтобы не оскорбить дух святой ну вот как бы вот эта встреча была да и вот мы так жили это очень здорово это сильно то есть вы в принципе ну ощутили после вот этого крещения что вы по-другому стали переживать вот этот прессинг в школе абсолютно это и это правда да и это абсолютно правда стало совершенно по-другому и армия потом как бы юности в училище меж не приняли никуда я даю документы после восьмого класса обычно потому что бесполезно было заканчивать 10 классов и до того что все равно институт никуда даже в училище не хотели профессиональные принимать в нашем городе и это единственное не было там набора в деревне там 20 километров с нашего города и там вот директор подошел ко мне речо ты платишь евро сынок я не приняли меня здесь иди ко мне горит у меня недобор короче нет набора давай вот а в одну была такая деревня и ты там будешь учиться на электрика вот я пошел там учился и все образование больше нельзя никакого да конечно восьмом классе я заканчивалась мой класс и директор меня позвал в кабинет закрыл шторы кабинет закрыл и говорит по секрету только мне вот отрекись от христа сейчас и мой мой брат родной мой брат родной или двоюродный был его брат деканом в киеве у него университета и он горит ты сразу поступишь я тебе все устрою без экзамена поступишь только вот скажи что бога нет но нет и версии без сколько хочешь потом сейчас скажи что да скажи что бога нет и все да я никому не скажу то есть он он хотел именно лично да вот лично да 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 то есть ему даже не нужно при всей школе да вот лично в кабинете лично и такой добрый ласковый такой заботливый так он до этого возгнобил да да и и я сказал ну я не могу так иван иван еще по моему ли иван петрович было звать им не ауреисус сказал что если ты отречешься кого-то перед людьми то он отречется перед отцом небесным он обозвал меня там всякими словами гадкими до выгнал вон и сказал что нету будущее у тебя пошел вон все захлопнул дверь и ты такой ну пацан череша 15 лет без будущего вы живете краеугольное такое решение тоже ведь решение это выбор да это решение это решение она основана вот как раз на встрече с богом как раз он основана после того как ты пережил вот эту встречу которая определила ценность ценности временные ценности вечные вот реально определила я уверен это не просто в уме как идея это переживание глубочайшее переживание глубочайшая вот трансформация изменения таки внутренние взгляды ценности вот именно ценности когда определяющие мне кажется на всю жизнь абсолютно абсолютно вот поэтому поэтому вы выбрали путь богом не такой как бы устроенный в жизни но вы шли может на перекор этой да да потому что ты не знаешь ничего вот но будущего не да как бы вот реально да ты не можешь никуда выехать за границу еще в том советском союзе даже вот ну-ка там коммунисты еле выезжали да карьеру сделать до процента карьеру никакой вот все что ты можешь быть черно рабочим вот чистить эти туалет как бы вот это вот есть как определили как определение такое да и ты вот так идешь отец мне говорит но нам всем собирал семью всегда говорил а мне все равно кем вы будете кочегарами там трубочистами там грузчиками работниками это неважно жизнь быстро проходит главное чтобы мы любили господа и были христиан вот это самое главное вот такое учение как бы вот такое понимание но направляла нашу жизнь мы любили бога вы видели своих родителей которые в ладу с сердцем с души другом жилья прожили 33 года совместной жизни потому что отец рано ушел ровно в 60 лет он ушел господом были триумфальные похороны да ну сердце не выдержала и до атмосфера мамочка нет ушла четыре года обратно советский союз уже разрушился до 30 лет назад больше и вот люди которые строили свою жизнь на вот этой ценности общения с богом ценности посвящение ему прошли через вот эти жернова да все не расскажешь виктория все не расскажешь почему потому что вот это сектант мы тоже сектантами называли ну штургисты сектанты да тебе нельзя телефон провести телефон в семью если ты коммунист за три дня а если ты христианин 17 лет ждали в очереди на то чтобы провели телефон а когда провели телефон как будто такой подарок как ты миллиардер но такое чувство до воспитывали в тебе такое понимание ценностей что если ты вот будешь в системе вне бога у тебя будут вещи потому что да благо потому что мы тут мы тут царствуем а отец мой говорил а мне все равно я тут не царствую я буду царствовать господом небесах и царствую основание нашей жизни и ценности другие все и ты не обращаешь внимание не на эти автомобили которые в очереди стояли а папе сказали его отречешься от бога то есть перестанешь быть христианином и всю свою семью мы тебе подарим автомобиль волгу даже а отец я и на лошадях поеду но на повозке ездил нормально было да то есть ну вот таких людей которые оснащены ресурсом действительно божественной вот силой духа святого их не взять какими-то ценностями не сломать но я имею материализм каким-то или какими-то вот и было так удивительно спасибо я думаю что это важнейший тоже ключ такой важнейший секрет жизни которую не сломать системе это просто удивительно я хотела с вами поговорить о том вот вы сейчас тоже уже с высоты ваших лет можете делиться с людьми которые стоят вот перед вопросами как создать успешную семью сейчас вообще уже подвергается вопросу а надо ли ее создавать но на самом деле знаете вот я поняла что этот вопрос встает у людей которые несчастны они несчастны были и в своей семье вот где они видели нормальный пример родителей и они не видят примера нормальных взаимоотношений и если нет такого примера а все остальное кажется ну выдумка какой-то или позерством то конечно люди начинают уже пускаться в помыслы разные придумывать но те кому посчастливилось встретить человека своей жизни как бы того кто стал настоящей любовью они понимают что вот подобный уровень близости радости и поддержки и вдохновения не получить нигде и самому тоже сложно этих взаимоотношений мы имеем с богом но не каждому дано прожить одному и вот как создать успешную семью и что вы думали об этом как как вот вы создали вашу семью у нас с супругой 32 года в этом году было 5 ноября совместной жизни да спасибо вас ноябре там все но водное крещение было летом я переехал в ригу восемьдесят четвертом и пятом году вот и мы уже там поженились с моей супругой а вы были до этого в украине жили до украине и переехали в рига это был такой запад советского союза это был запад западный запад туда ехали как в америку 90-е года рига это было что-то с чем-то ночью господь мне проговорил и я утром на сел на поезд и поехал в ригу сначала на разведку а потом вы перетащили как бы а вы все все уехали все мне было 24 года 24 большой уже до приехал пастыр вот как раз риге был а его жена была родственница моей мамы там по польше потому что мама моя пулька чистокровная пулька как бы да с ее стороны все поляки а и вот они приехали они там бресте жили их не родители и они посещали их и решили к нам заехать и это было уже вечером но ночь даже полтора на и ночи и вот я на все когда вы были в украине да да я выглянул просто дверь кто приехал нас гостей было много очень доме во первых дом был очень гостеприимные мои родители привели к нам вот мое сердце вообще всей нашей семьи и особую любого гостеприимства что в нашем доме было много-много гостей и отец всегда говорил он мог даже заснуть там на на кулачке на кухне нету свою постель отдать гостям потому что он говорил когда приезжают гости это не гости приезжают это ангелы с неба поэтому ангелам с неба надо дать лучшее как авраам лучшую лучшее мясо лучшую муку лучшую лепешку все лучше и тебя имея 12 имея 12 детей такую нагрузка мы за могли спать я угодно да а гостям самые лучшие самые лучшие постели сам свежую всегда постель самую лучшую как гостинице и покормить самым лучшим самый лучший была домашняя колбаса которую делали коптили да и открывали на из продуктов и натуральный да и борщи свои там все все такое да мама я безмерно хозяйка это так вкусно вот в украине большая хозяйка я обожаю украину за это и вот ночью я выжил посмотрел он кто приехал и он говорит как я зовут я говорю николай поговорил со мной минут 15 николай шевчук из риги он был пастом там до тех пор живой и вот эта встреча вот мы говорим о встречах да встреча с богом встреча с людьми она она меняет все она может изменить тебя изнутри она может изменить своё мировоззрение она может изменить твое мышление на может изменить свое направление я уверен что у бога много сосудов которые влияют на как бы устроение нашей судьбы да и вот вообще нашего пути нашей всей жизни и вот он инжно чтобы вы были ну как вот эта встреча, эта программа вот таким же пусковым моментом для кого-то. Точка откровения. Да, спасибо большое. И он мне говорит, поговорил с вами минут 15, говорит, таких, как ты, Бог хочет видеть в Риге. Просто вот так сказал. И я на следующий день уже сидел в поезде вечером. Ехал в Ригу. Это откликнулось так сильно. Настолько глубоко, как вот одно мгновение, как, даже не знаю, как пронзило меня, как меч от темени головы до подошвы ноги. Я уже сидел там, взял с собой какие-то вещички. Он говорит, ничего не надо. У нас там все есть. И вот я оказался в Риге. И в Риге там произошла ваша встреча? Да, я приехал. Он даже не ожидал, что я приеду. Это быстро. Да, я приехал и никто меня не встретил, потому что он еще был сам в дороге. Он говорит, приезжай, я тебя встречу. А я приехал раньше, чем он приехал. Ну, это отдельная история, потому что, когда Бог тебя ведет, чудес... Много. Неимоверно много. Это увлекательная жизнь и приключения. Да. Потом я стал там молодежным служителем, пастором. Был регентом хора вначале, организовал хор. Потом стал молодежным лидером. И вот в мою группу приходила Лена молодежная. Она не была верующей, но в ее группе, где она училась, она в техническом колледже училась в Риге. Тоже с Украины уехала в Ригу. А наша награда, наши города, там 30 километров разница. Вот. И там была подружка ее верующая в Закарпатье. И она сказала, пойдем в церковь. Я верующий, я покажу тебе другую жизнь. Она пошла в церковь, и вот она покаялась. ходила в нашу домашнюю группу, вот, на молодежную. Таким образом, мы там познакомились. Она была очень нежная, она была очень скромная до беспредела, будучи даже вот в неверующей, как бы, из неверующей семьи. Она была очень скромная. И, конечно, это был немножко ажиотаж такой для всей нашей семьи, потому что мы, знаешь, как в евреях, в евреях, да вот в Израиле, там должны были свои кланы, свои люди, там, были христиан ориентированы на христиан, глубоких, верующих, таких сестрах, все, да. А здесь новообращенная девочка с неверующей семьи, родители неверующие, брат неверующий, никто, она одна. И это в нашей семье был переворот. Революция. Революция, как это возможно, жениться на новообращенной? как бы так, для папы, для мамы. Сейчас я уже взрослая, я понимаю, что ты действительно, когда берешь человека, как бы какого-то, то есть вот, когда юноша, девушка встречаются, они представители своей семьи, своего рода. вот именно, да. Ты думаешь, что ты женишься на человеке, да, а ты женишься на всей семье с таким огромным шлейфом, огромным хвостом. Сто процентов. И все это начинает проявляться, поэтому в этом, конечно, была большая, как бы, жизненный опыт такой, и отчасти мудрость, и опасение, насколько глубоко вот человек может пережить, трансформацию с Богом. Да. Но так как Лена была скромная, так она заключила завет с Господом, сразу Господь кресил ее Духом Святым. А как было, ну, мы ревновали, молодежь в Риге вся была просто вот увлечена Духом Святым, увлечена Господом, молитвой, служением Богу, проповедью Евангелия. Это было, ну, мощное движение. Мощное движение. И она как раз попала вот в эту струю этих молитв утренних, там, чудес разных происходили в церкви. Молодежь съезжалась там со всей Белоруссии, Украины, России, ну, с России меньше, а вот в Белоруссии, с Украины, там, Закарпатия, всего. Все дружили. Дружили там, брали автобусы, цели ездили там, посещения разные, проповедовали и в Англии, в другие церкви, в Эстонию, в Литву там кругом. Такая жизнь кипела. И вот мы поехали в Эстонию, там молились за людей, и она вышла помолиться о Духе Эстонии. У нее такая шаль была, шелковая, красная, никогда не забуду. Даже помните, да, стоят? сто процентов помню. Вот она стоит, такая худенькая, такая молоденькая девочка, такая нежная, такая блондиночка, у нее такие волосы были, кара, и стоит и плачет. Слезы так текут, и вот на шаль эту падают, и расходятся пятнышки такие. И такое благоговение прошло. Я так подошел к ней помолиться, потому что я молился за людей, и она вышла тоже с нашей молодежью. И вот Господь проговорил, вот это твоя жена. И все. И я уже назад, мы сели в автобусе, я этой подружке, тоже ее Лену назвали, она сейчас в Америке, в Айдаху живет. Я ей говорю, ты можешь пересесть, я хочу с Леной посидеть. И все, и уже все поняли, вся молодежь, что что-то начинается. Вы увидели, что в ней сердце, такое, ну как бы, настоящее, настоящее, смиренное, зарожденное сердце. Другие девочки, после молитвенной группы, мы там молились, нас на квартире с ним, я снимал квартиру в центре города, в Риге. Бесплатно снимал, там женщина, и тоже, это тоже момент, потому что она мне эту квартиру дала из-за того, что я был крещен Духом Святым. И даже прописала мне это. Это был условный знак. Да. Условный знак. Привела меня к ней одна женщина, и она говорит, есть, есть момент. И мы туда пришли, бабушка Шура такая сидит, ты наш? Ну, типа, 50-ник, я вру наш. А она говорит, духа получивший, такая, маленькая, так, голос у нее такой был интересный, я вру получивший. Она говорит, говори. Я начал молиться на иных языках, она говорит, садись пропишем. Через два часа у меня была прописка бесплатно. Люди не могли в Риге прописаться. Знаешь, какая прописка была? Это же было серьезно все очень. Да, да, это тоже так уже... Да, да, да. И она меня прописала бесплатно, и потом сказала, вот тут будешь жить. И комната там такая была, 38 метров, наверное, у нее. Одна, и во второй она жила, и я там жил. И вот там мы собирались с молодежью на молитвы. И после молитвы девочки там, ну, давайте фотографии еще посмотрим, сюда, туда, любой предлог, чтобы остаться, поговорить, пообщаться. Я с братом был уже, мы там два холостяка таких, а она никогда, вот Лена всегда так, ну, все, с Богом, до свидания, друзья, все, с миром Божьим, раз и ушла. Всегда, только за конец, раз и ушла. Никогда не стала, хотя молилась за меня, чтобы я стал ее мужем. Три месяца молилась. Она уже обратила на вас внимание. я потом узнал это, я этого не знал, но она это так тайно делала перед Господом, в своем сердце, внутри, и, конечно, такое сокровище. Кротко, смиренно, как бы детство. кротко, смиренно, вот в духовном понимании, я имею в виду, вот в характере, в жизни, она, конечно, очень такая, ну, открытая, дружелюбная, с юмором, трудолюбивая, ну, такая, молодец. Со всех сторон, красивая. То есть вы рады, что вы верно услышали. Да, я рад, И, да, и вот подарила вам четверо детей замечательных, и вот мы живем уже 32 года. Как построить семью? Как построить семью? Я думаю, что написано, что добродетельная жена подарок. Абсолютно, да. Подарок. Поэтому вот такой технологии какой-то, какого-то процесса, какого-то, может, стандарта, как это сделать, я думаю, что его нет. А вот если ты боишься Господа, и все равно, считай, ну, хочешь угодить Господу, делаешь добрые дела, исполняешь Его волю, посвящаешь себя всю жизнь Господу, раз приходит благословение, за благословение, и все тогда хорошо. вот, ну, это просто, да, и все хорошо, и ни вопрос ни развода, ни вопрос никаких там других. У нас были очень сложные моменты в жизни. Кризисы какие-то. жизни. А чем они были вызваны? Ну, во-первых, они были вызваны тем, что мы поженились в долг, у нас не было денег. Я не имел денег, она не имела денег. Один человек нам занял деньги на свадьбу. потом после свадьбы прошел, простил нам этот долг. И мы вот так жили, а в 90-м году нас позвали в Америку. И мы приехали в Сакраменто в 90-м году. И там окружили нас друзья, которые уже эмигрируют из Украины, опять же. Предложили мне быть там служителем, можно возглавить эту группу, и там дом пообещали, где мы будем жить. И машину, и там какие-то денежки, и документы все, вида на жительство, все в Америке, они все сделают. И мы так решили, что да, будем жить там. А в Пскове только прошла евангелизация в 90-м году, в июле месяце. Церковь образовалась по-людей, мы крестили 180 человек в воде, в реке. И вот мы поехали в декабре. из как бы благополучной Риги. Слава Богу, я так рад от благополучной Риги в Псков. А в Пскове что? В Пскове что? Страшный город был, страшный, пару Жигулей, там вообще машин еще не было, люди бедные, все несчастные, а еще вот это все, вот Советский Союз начал рушиться, вот Вильнюс, там это 90-й год Рига, и вот отделялись, и в магазинах пустота, ничего нет, хлеб там давали в одни руки, одну булку хлеба, и там мыло по талонам, соль по прописке, и в этот час вот мы попали в Америку. Как зашел я вот в этот Грош-Стор, там Валмар, там другие, как я увидел вот это изобилие, я три дня был в шоке. Просто я щипал реально себя и думал, это я, ну, живу, я живу, или это сказка. Сейчас там, ну, нечем нас удивить, да, а в то время это было что-то с чем-то. И Лена вечером мы сидим, рассуждаем, я говорю, я определился, давай будем жить здесь, круто, нам все здесь есть, все, что мы там с коей будем делать. Где здесь, в Америке? В Америке, в Сакраменто, в Калифорнии. А она протягивает мне руку и говорит, ну, бумажку, и говорит, вот номер телефона пророка, позвони, пусть Господь скажет, что нам делать. Представляешь, вот такая жена у меня вот. Я уже определился, а ей нужно волю Божью знать еще. Я, конечно, ну, не сильно соглашался, но мы так разделили ответственность, она набирала, еще такие телефоны были. Да, да, да. Жень, 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 дисковые. Я держал трубку там, кто-то, ну, звонил телефон, звонки шли, 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 и никто не брал, я уже думал, ну, все, не судьба. И тут в последний момент кто-то там снял трубку, я уже хотел сказать здравствуйте, давайте помолимся, я знал, что его зовут Алексей, и больше ничего, я его никогда не видел, никогда о нем не слышал, но я не успел даже сказать здрасте. Просто кто-то там снял трубку, и такой мужской баритон, голос, сын мой, возвращайся в Россию, и я буду с тобою, говорит Господь. Пи-пи-пи-пи-пи-пи-пи, и все. Вау. Не больно вам было? Больно. Спасибо за честность. Я и сейчас вспоминаю, то мне больно. Ну как, не из-за того, что там можно было остаться, а что все равно больно, но из-за того, что нужно было сделать вот этот выбор, наверное, ценности, такой определенный, что здесь не считано церковь, и служение. Пойти на сознательное решение. Да, сознательное решение воли Божьей, что именно Бог так хочет. Я до тех пор вот вспоминаю, и у меня такая боль, ну, эхом, эхом с 90-го года. Ну и мы уехали. Я никогда не забыл, с Сан-Франциско мы взлетали, и я так смотрю, в иллюминаторную, и как будто прощаюсь навсегда с этой землей, и слезы текут непроизвольно, сами по себе, и я так смотрю и думаю, что идем. Все называли нас безумными. Куда вы идете? В основном убьют. На самом деле угроз было много разных. Но мы вернулись в общежитие, в комнатку эту, спали на полу, поначалу. Да. Рок дал вам спутницу удивительную. Реально. Реально удивительную. И были трудности, и жизненные, экономические разные, да. И вот я прохожу, там открыточка такая, Кольчик она меня называет, ее Ленчик называет, она меня Кольчик называет, и она написала там Кольчик. Вместе мы все пройдем. Не всегда так будет. Как вы наставляли все равно, о чем вы говорили своим детям? Вот и говорите до сих пор. До сих пор говорю. В нас семейная молитва каждый вечер. Точно, как было в моем доме, когда я рос. В нас каждый вечер была семейная молитва. Все должны были стоять на коленях, все должны были сложить руки, закрыть глаза, чтобы никто не смотрел, не увлекался, не отвлекался, а соединялся с небесами. И вот так мы молились каждый день. По порядку некоторые молились. Ты сегодня молишься, ты и папа назначал. Из детей все стоят, ты будешь молиться, ты и ты. Трое помолились, папа закончил молитву. И все тогда обнимали папу, маму и шли спать. Точно так же самое и сейчас. Мы всю сознательную жизнь, как отец учил, как только ребенок родился, мы в церкви. Мама была беременна, отпела в пятницу в хоре в церкви, в доме, где мы собирались, в субботу пошла, родила. И как только родила, вышла из роддома и с ребеночком прямо в церкви. Сразу детей все в церкви. У нас двойняшки родились, у нас двойняшки. И мы этих двойняшек, так трудно их всех собирать, все эти коляски разные, все вот одно, второе, то плачет, то описывается, то надо менять памперс, то еще. Пандерсон нет, да. Ну нет, когда уже двойняшки, да, а вот когда Анжеличка не было, первая, когда родилась. И все равно мы тащили их в церковь, на первую скамейку. Вот тут, потому что на первой скамейке, это тоже учение такое, там благодать Божия больше, чем в конце. Потому что и надо стремиться вперед. Молитва тут сильнее, Слово Божие здесь, здесь просветера, ярче все, здесь хор поет и так дальше. Но вот мы этому и учим. И сейчас также. Дети обнимают нас, мы обнимаем детей. Я уверен, что когда мы обнимаем детей, когда мы им говорим добрые слова, мы увеличиваем их значимость в их глазах, что они для нас значимы, что они необходимы, что они важны, что они любимы. Вот это самое главное, что нужно показать детям. Я детей наказывал чуть-чуть. Меня отец тоже немного, пару раз было так, но серьезно, да. Вот. Но если за что-то, то надо. А если так без причины, то нельзя. И вот эта вся технология, скажем, простая самая. Да, у меня там есть такое учение, шесть шагов к взаимосвязи с ребенком. Вот. И вот это важно поднимать в них оценку, самооценку, поднимать в них значимость, благодарить их, любить их, быть доступным. Всегда. Я даже в офисе, у меня совещание, постара вокруг, или там я на конференции, если звонит мой сын, или моя жена, или моя дочь, это все, это табу. Я, извините, мне надо ответить. Чудесно. То есть они на первом месте. Они на первом месте, и они знают, что если они позвонят папе, папа будет через пять минут здесь. Если он звонит мне и говорит, пап, забери меня со школы, и может сам даже прийти, но я, для меня радость. Для меня такая радость, что ребенок позвонил и попросил меня приехать. Это для меня все. Я бросаю все, я сажусь в машину и еду по тому, что не всегда так будет. Скажите, вы своим детям все равно вот те же самые принципы, которые вы получили от родителей, что ты сам должен знать глубоко, лично, по-настоящему Бога и быть Вадимым, вот, Святым Духом. Все крещены Духом Святым. И твой избранник, он тоже должен быть человек такого же Духа и тех же самых ценностей. Мальчик сейчас 17 лет, такой уже девочке, там все такое, посмотрит там в школе, ну, в колледже он учится, там на IT-программы, да, айтишником хочет быть. И там разные девочки приходят домой, там, ну, у них там группа своя, и они там, у меня там есть такая спортивная комната, они там играют в теннис, или там бильярдный стол я поставил, ну, чтобы немножко было общение. И вот мы, и я им это говорю, я говорю, сынок, девочка у тебя должна быть с израильского народа, не с халдейского. Ну, я имею в виду наше. В духовном смысле, да. Ну, как, да, вот Исаак, да, вот, который послал, да, для своей семьи послал, сказал, ты там, смотри, не из язычества никакого, вот это вот, должно быть наше. И вот я говорю, должно быть наше. Они крещены Духом Святым, они приняли водное крещение, заключили завид с Господом. Марк играет на гитаре и поет в прославлении молодежном, играет девочка моя, Анечка поет в прославлении, он голос красивый, вокалом занимается, хочет петь. Вот, поэтому... Это двойняшки, да? Двойняшки, да. А мальчик 14 лет, ему Адрианчик, он помощник Ашера в церкви, он сердце слуги. Поэтому, ну... Вы верите, что у них правильное основание и они сделают правильный выбор? Сто процентов. Сто процентов. Не знаю, что может случиться сверхъестественное какое-то событие, что должно произойти, чтобы могло сломать в них вот вот эту уверенность в Боге и вот эту уверенность в вечной жизни. Знаете, я с вами согласна, что причиной как раз того, что сейчас происходят какие-то скороспелые браки, разводы и так далее, даже в церквях, мне кажется, что это люди, которые не прошли настоящее посвящение Богу. Вот та школа жизни, которая была у вас, даже невероятное давление такое, вообще вот так вот подумать, что взрослые люди считали вполне нормальным по отношению к маленьким детям, то есть такое насилие, то есть сейчас за это вообще судят там, типа, в церкви, это странно. Вот вот что я хочу сказать, вот чтобы не забыть, я извиняюсь, я себя перебил, а понимаешь, вот когда у тебя есть посвящение Богу, вот это вот целостное посвящение Богу, оно само по себе рождает служение другим. То есть ты можешь забыть себя и даже не думать о себе, как о другом, потому что когда там в тюрьмы сажали, когда там гнали кого-то, то вся церковь собирала какие-то вещи, продукты, деньги, всегда заботилась о тех семьях, где мужчин, братьев, служителей, забирали там в тюрьму, например. И таким образом вот это посвящение, оно убивало эгоизм. Что сейчас происходит? Сейчас эгоизм просто прет, если так можно выразиться, просто наизнанку, прямо люди любят себя, все о себе, готовы убить другого, готовы переступить через труп, готовы по головам пройти, лишь бы добиться своего. А прибыль как бы вот стала самым главным. Мне не важно. И люди кидают, если можно так выразиться, друг друга, обманывают там в компаниях, в бизнесе. То же самое и в семье. Поэтому, когда я провожу бракосочетание, у нас там есть три свечи, я взял эту церемонию, в Америке видел, и там есть одна свеча такая центральная, большая, семейная, и две маленьких свечи. Я им говорю, вот сегодня родилась новая семья, возьмите вот эту вашу юность, вот это ваш эгоизм, себя любие, вы жили для себя. А сейчас, да, зажгите одну свечу, а эту во имя Иисуса потушите, символизируя, что вы распинаете в себе эгоизм, что вы теперь будете жить для другого. Да, жизнь для себя вы затушили. Затушили для себя, вот так и отец показал своей жизнью, что он жил для нас. Он жил для Бога и жил для нас целиком. Посвятил себя, работал день и ночь, чтобы нам было хорошо. И вот это, именно вот эта жертва любви, она и совершила подвиг. Потому что не бывает подвига без жертвы любви. Это тогда не подвиг. Это или прибыль, или нажива, да, или какие-то взаимовыгодные вещи. А вот там, где есть жертва любви, это подвиг, что сделал Иисус, Вот. И мы, как преемники вот этого отцовского сердца, стараемся точно так же жить. И стараемся это передать своим детям. Чтобы они передали своим детям, да, как в 77-м псалме написано, любить Бога, помнить Его Слово, дела Его, и благоговейно ходить в страхе Господнем перед Ним. Я, да, хочу ободрить, может, кто-то будет смотреть программу, вот у меня на сердце, да, вот такое слово, что все-таки Бог верен. Несмотря ни на что. Мой папа сказал однажды мне, он взял нас всех, когда он умирал, вот мы помолились, и он ушел. Но он сказал тогда, простите меня, что, дети мои, что я не дал вам, ну, богатства или деньги, у меня их нет. Он плакал. Мне вот никогда не забыть. Так переживал. Но все, что я смог вам дать, я дал вам Иисуса. Берегите Его, и у вас все получится. Вот я хочу сегодня всем молодым сказать, берегите Иисуса. ни деньги, ни богатства, это не главное. Ухватитесь за Христа. Они просто не дадут того вот плода, такой насыщенности жизни, такую получает человек, знающий Его. Бог благ, и он заботится обо всем. Чудесно. Спасибо. Я думаю, что это действительно замечательное на пусте. Довел тебя до слез. Да, это чудесно. Потому что я тоже благодарна Богу за то, что он потрясающий, удивительный. И если ты идешь вот в эту глубину, с чего мы начали, с эту встречу с ним, в эту трансформацию, то жизнь твоя будет удивительной. Жизнь твоя будет не скучной. Абсолютно. Приключенческой, но богатой. Приключенческой, но богатой. Реально. Реально богатой. необычайной. Спасибо вам огромное. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова